на самом деле мы делали видео поднимали очень философскую тему я думаю мы вышли на такие глубины роли хомяка в жизни мужчины в жизни мужчины роль домашнего животного в жизни мужчины и короче реальность на самом деле хомяк это очень важно потому что это как бы отображение его внутреннего мира внутреннего мира в колесе клетки когда хомяк наедается у меня такие щеки большие становятся а он сам длинный это в принципе есть внутренний мир мужчины мне кажется про колесо там что-то было слушай это как колесо жизни знаешь крутится хомяк там крутится вот твоя жизнь так проходит мужчина всю жизнь работает зарабатывает деньги это только в колесе крутится он хомяк в колесе потому что как бы он заканчивает с той же точки что и начал точно у него все прокрутилось один раз он на том же месте устал потный ничего не заработал алло а еще мужик зарабатывает по самом деле больше чем ему надо реально для жизни почему потому что хомяк да он набирает щеки все сожрать не может и как бы то есть что мужчине для счастья надо там по сути ну там типа женщина хорошая рядом там да я не знаю чтоб покушать было что да а вот это он рубит 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 бабки бля чтоб уже миллионную машину обновить на хрена а все равно мы все это делаем все хотим лучше машин мы не можем сказать что наша цель это какой-то хоргард потому что наш путь и есть сама цель как у хомяка почему он залезает в колесо и бегает по кругу потому что ему нравится движение он как динамо динамо Киев в его формате колесо это поход это поход в исландию поход в исландию это как колесо для хомяка выехали да ну грубо говоря из Ньюберга Германии неважно мы вот это ебашим 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 и вернулся мы в ту же точку то есть как бы по сути ничего не изменится ничего не изменится но между этим мы вот бегали как по колесу да мне кажется я начинаю лучше понимать жизнь ха 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 понимаешь пока мы допустим крутимся в этом колесе мы не замечаем что творится вокруг наших да а может наша хомячиха да она изменяет с другим хомяком если хомяка три пока мы здесь да пока мы смотри слушай слушай сейчас вообще такой вброс а у него же есть кормушка и поилка и ее кто-то наполняет это кто-то извне вы понимаете мы хомяки в клетке а нам кто-то подкидывает еду и хавчик мы довольны сами идем в колесо крутимся и потом возвращаемся назад и мы вообще не понимаем что творится за этой клеткой да тема правильно сказал что мы как бы вышли из одной точки и вернемся в ту же точку на нас то есть такое шага нам дают новую клетку что мы более более счастливы да мы очень надеемся да и мы живем надеждами как хомяк то есть мы надеемся на новую более крутую клетку с более крутым колесом с более крутыми морковками там опилки помягче две хомячихи там у каждого две хомячихи тоже это арабская клетка кто решает то что кто то что скажет ты сам или офис или кто офис решает мне кажется решает та рука сверху которую еду дает в клетку скажи ты веришь Богу? он верит в людей которые кормят хомяков у нас сейчас исландит это вот та пятиминутная пробежка хомякрат вот так выглядит колесико для человека знаешь кстати теперь про крыс был такой эксперимент сделали утопик для крыс аааа кстати я про это читал 300 крыс да? ну что то типа того там еда была где спать было тепло и представляете там были крысы гомосексуалисты да это потом это уже последняя они разбились до стадии когда все было офигенно потом начали гомосексуалисты насилие там короче все как в жизни в мире мое человечество хорошо ладно какой мы вывод делаем у этой темы нету конца нету конца как у хомяка вот нету конца в его пути Когда он бежит в колесе Подписывайтесь, ставьте лайки Все ссылки внизу под видео Чао, бай-бай Марина, помахай ручкой Если вам понравилось, ставьте лайки Если вам понравилось, Марина, ставьте лайки Ссылка на страницу ВКонтакте Марина будет внизу под видео Извините, сесть будет в другом видео Так что подписывайтесь